Сегодня в первый день осени, 1 сентября, захотелось мамалыги. Ну, обычно я в казане варю, а это в таком маленьком сотейнике. Вот она у меня такая прекрасная. Я не люблю, когда мамалыга такая твердая. Мне нравится, когда она более мягкая. Но чуть-чуть еще должна выпариться вода. Я варю по следующему принципу. На одну часть муки кукурузной я беру две части воды. Два к одному. Но когда-то в детстве мама варила манную кашу. Я всегда удивлялась, почему она без комочков у мамы. Оказывается, она ее замачивала. И вот я использовала такой принцип для кукурузной муки. Прежде чем ее в кипящую воду отправлять, я ее просто замачиваю. Мочу, и тогда она получается равномерно, без комочков. Можно, конечно, вымешивать деревянной ложкой. И тоже добиваться такой вот однородности, чтобы не было вообще комочков. Но я делаю таким вот образом. Здесь у меня брынза натертая. Здесь у меня рыбка. У меня есть сметана. Ну, еще кое-что я придумаю для мамалыги. Ну, при мудрости приготовления кукурузной каши такие не сильно сложные. Она варится быстро, но мамалыга должна выпариться. Должна влага из нее уйти. Вот она, в принципе, уже отходит от стенок. Но еще чуть-чуть она такая влажноватая. Хотя я хочу, чтобы она была не твердая, не резалась, как хлеба. Была мягенькая. Еще минутки две я подержу ее на огне. Пусть лишняя влага уйдет. Пойдем за стол. Моя мамалыга уже готова. Она вот даже слегка там вот прижарилась. Ну, мягенькая, потому что я добавила побольше воды. И вот такую я, в принципе, и хотела мамалыгу сварить. Хотя мамалыга такая довольно крутая, обычно традиционная. Ее режут ножом или ниткой. И используют очень часто вместо хлеба. Я хочу придать ей такую традиционную куполообразную форму. Поэтому сейчас я перевалю ее сюда в эту миску стеклянную. Слегка ее смазала растительным маслом. А потом из миски на блюдо, на тарелку. Ну, это чисто эстетическое, чтобы было просто. Обычно бабушка, ну и потом и мама, когда варили мамалыгу в казанке, то потом вот сюда, когда они ее вываливали на доску деревянную, либо на тарелку, сюда вливалось молоко и кипятилось молоко. Именно вот в таком вот состоянии, когда кусочки мамалыги остаются на стенках казана. И вы себе не можете представить, насколько это вкусное молоко, вот с кукурузной кашей с мамалыгой. Очень-очень вкусно. Все, я сейчас сделаю то, что собиралась. По историческим данным, мамалыга была основной пищей румынских крестьян и бедноты. И она заменяла им хлеб. Во времена, когда дунайские княжества еще не были завезены, такие культуры, как кукуруза, малыгу делали из проса. А самое раннее упоминание о кукурузных полях, молдавских княжествах, относится ко времени правления Константина Дука. Это 1693-1995 года. А была она распространена на этой территории, так как не облагалась данью турками. Поэтому вот ее возделывали, кукурузу, и естественно, готовили из нее вкусные, хорошие блюда. Конечно, к мамалыге нужно приготовить шкварки, нужно пожарить рыбу. Не нужно, а можно сделать такую яичницу, скроп, приготовить чесночный соус муждей. Но сегодня мы будем есть ее с брензой, со сметаной, с красной рыбкой, ну и с кислыми помидорками. Вот такая красивая у нас мама-малышка. Всем приятного аппетита! И пусть ваш день будет обязательно добрым, независимо от времени, когда вы смотрите это видео.